Поем собаку после дальней дороги посреди поля еще вот в туфлях в этих лакированных Камуфляжем, рабочим, офисным, в пятницу, обычно в белом, в пятницу дорога на охоту, поэтому в белом нельзя Сельский клуб на дискотеку поедем вечером На голубка мы нашли, вихелька, нашли его на знакомом месте и нашли предположительное место, где он может быть Сейчас проедем, еще время позволяет, время, наверное, 17.40, еще есть время, пусть его можно еще на кормежке найти Но более подробно мы вам расскажем в процессе, в процессе поиска и охоты Выбрали такое место, неспроста, надеемся, что завтра здесь будет не такое палящее солнце И если будет ветер, здесь все же будет потише И с дороги нас не видно за этим бугром, красота И вон там, на мыску деревьев, вот этой гряды, на самом высоком вон том дереве, которое на видео видно Там сидят голуби, ну не сейчас, а вообще, когда летят кормиться То есть мы на самой передовой, можно сказать Ну что, ставим шатер, разбираем стол Ужинаем и выдвигаемся, да, готовить укрытие Идем на утрянку, всем бодрого утра Да, Андрюх? Ну куда ты ушел, пару слов хоть скажи ребятам Готовились, готовились, наконец приготовились Выходим на утрянку Прохладненько с утра Бодрит Да, уже ниже десятки, я даже сказал Граусов 8-7 на улице Хотя еще как какие-то 18 августа А уже бодряк такой Я уже в теплой кофте иду Правда на голое тело, но все равно Вот эти вот березы, которые за мной видны На фоне меня, вон там вот зданий На них вяхер сидел В прошлый раз, когда мы сидели там посреди поля Вяхер весь отсиживался на этих березах И потом спускался на поле Он прежде чем прилететь на поле Он отсиживается на высоких деревьях Осматривается и спускается Вот в этих вот березах он сидел Теоретически, теоретически Можно стать под этими березами И типа ждать, когда он прилетит И его пух-пух там стрелять Но это не очень как бы правильно И не очень как бы красиво В отличие от того, когда у тебя расставлены чучалки И ты сидишь в коробочке И стреляешь садящуюся Или грубо говоря села птица Пух, спугнул там, бух-бух-бух Отстрелялся Вот это будет интересно Мы как раз охотимся с чучалками И именно используем этот способ Не под деревьями Но мы недалеко от деревьев в этот раз замаскировались Потому что решили Слиться со складками местности В прошлый раз мы сделали складок посреди поля В этот раз у нас даже есть с собой лежа Лежаки взяли Вот, но решили еще осмотреться И сделать складочек Вот в этом бурьянчике То есть Видите Вот эти вот березы И вон те березы И он на них отсиживался И вот это вот грено Которое вдается нескошенное вдоль поля Вон там кусты вдали Вон где Андрей идет Справа Справа вот одинокий куст И после него еще маленький кустик Это как раз наш скородок Андрюх, давай резать Прямо на скородок И вот там вот мы будем сидеть В принципе он здесь пролетал Если мы расставим чучел Вчера он кормился Прямо вот здесь напротив этих берез Немножко сменил кормовое место Но вчера там перепахивали поле Уже Уже ребят, кстати, начали пахать поля То есть уже перепахивают поле Видимо под озимку И его спугнули С кормового места Это поле было убрано в первую очередь Пшеница И его уже начали перепахивать С одной стороны И голубь, когда кормился Его, видимо, спугнули вчера Потому что приехал трактор И еще на машине приехал, видимо Тракторист или помощник этого тракториста И, в общем-то, спугнул его И он сместился ближе к лесу И мы вчера проехали разведку Сделали, посмотрели места Вот Еще в одном месте Или в двух местах Мы видели пролет Но не видели кормящегося сидящего То есть это одно место Где он именно кормится сидит Не знаю, если мы ему сегодня дадим здесь дрозда Перелетит ли он на другое место кормовое Кто его знает Пока где вечерка будет Мы еще даже не определились Сейчас у нас утрянка И вы все увидите своими глазами Я буду снимать сейчас с головы Камеру поставлю Может быть сторонку попробую поставить на штатив Но вы все сами увидите Пока вот так вот Вышли на утрянку Время сейчас скажу вам сколько 4.49 В прошлый раз уже в 5 часов был первый пролет То есть у нас осталось Грубо говоря 10 минут раскидать чучалки У нас 109 чучел Вот сейчас мы раскидаем И все Вы увидите своими глазами Вот сейчас покажу Должно быть видно наглядно Вот этот куст большой И за ним маленький кустик Вот внизу Вот этот кустик Это наш скрадок Для изготовления скрадка Лучше конечно всего использовать Искусственные складки местности То есть делать привязку к чему-то Что есть на поле Если это одинокий стоящий куст То лучше использовать его Если это линия электропередач И под ней есть какие-то кусты Хотя по закону как бы Нельзя под линиями электропередач Но если у вас в голове что-то есть И вы понимаете как это обвязать То ничего страшного Если вы где-то там рядом с лепочкой Кустик какой-то там Вы же не будете стрелять По проводам Вы используете складки местности Для маскировки Вот мы и использовали В данном случае За мной находится наш скрадок Он полностью искусственный Вот он он Полностью искусственный Немножко видно что лист Повернут в другую сторону Отличается от других кустов Но в целом как бы он Очень удобный будет здесь Вот он он Внутри обтянут сеткой Каркас сделан И обложен снаружи кустами То есть в целом Он не выделяется на общем фоне Солнце у нас будет вставать Откуда вот розовый Виден закат Где сейчас Андрей Расставляет чучалки Слева Вот то есть придется Использовать очки В принципе Впрочем солнце Со спины вставало Но мы находимся на краю Как раз где голубь Отсиживался И откуда спускался Посмотрим как будет здесь Вчера он здесь кормился Вечером вот в этом участке Посмотрим как будет в этот раз Вот Ну в общем то иду помогать Андрею Расставлять чучела 9 штучек еще осталось 100 стоит Еще 9 Давай вот как раз перед спортом Ну вот они чучалки стоят Чучалки стоят у нас в хаотичном порядке С левой стороны мы их поставили Вот собака бегает Здесь стоит пятнышко такое Из 100 чучел В принципе они Заметны для птицы Но так со стороны их вообще не увидишь Потому что голубь вчера садился Его даже не видно было Ну видите сами все Собака бежит И по самому брюшку трава То есть птица садится Ее не видать Андрей вот расставляет Сейчас здесь чучела Перед скоротком 9 штучек Обозначится Да Они тормознулись То что взяли оттуда все Ну и будем предполагать Что они Здесь будут притормаживаться Перед пятачком Ну и не Комфортно за ним Если вы будете Теоретически можно даже В процессе охоты Их подвигать Если что-то будет не так Если далеко будут Или например Вот эти ход Вот эти ход Тоже будем стрелять Потому что их очень много В этом районе Надо их проредить Я даже манок взял С собой на утку Можно поклякать Но их много Такие виднее Можно на кошки ставить Да То есть мы ставим чучела Прямо без стоек На Вот эту Скошенную стерню Они хорошо виснут В принципе Экономия времени Тяга 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 ворон Надо садиться Андрюх Голубя нет Но есть ворона Сейчас постреляем ворон Потому что без этого никак Без этого никак Конечно Надо провести биотехнию Этих мест Потому что этих гадов Очень много здесь Ну в общем вот Будем ждать рассвета И будем уже Как говорится Смотреть Будем посмотреть По месту Скорблог у нас Отличный Вписывается В рельеф Очень хорошо Окружающего Ландшафта Здесь гряда Вдается из кустов И у нас тут На краешке Кустик Это Мы сделали выбор В пользу Лежачих скоротков Потому что лежачки Конечно хорошо На поле Да мы их Прямо в эпицентр Можем положить Но Лежачки Сами знаете Сектор стрельбы Очень узкий И Особенно в глубины Охоте Когда налеты И сзади И сбоку И снижение Это очень важно Я такого не помню Ребят Смотрите сколько Не знаю Будет видно Там правда Вяхер пролетел Первый Уже время 5 часов Посмотрите Сколько над нами Кружат этих Хищников Я не знаю Тут 1,2,3 Тут их считать Бесполезно А вон там Посмотрите Ребят Вот это Над полем Вот все Что кружит Все что вы видите Это все Хищники Это вот эти Ястреба Сокола Не знаю Кто это Ну их тут Штук 30 Я не знаю Что у них тут Такое Это вообще Какой-то край Сколько их На предохранителя Что-ли было Смотри Андрюх Перо падает С хвоста Ну я смотрю Ты первый Курок Жмешь А у тебя Не стреляет Садись Правильно стрелять Что-то Переменять Сет Я говорю Стреляют Даже не смотрю Не Я подстраховал Убьем Невысоко Высоко Высоко Отпускаем Ружьем уже Сейчас еще Куршану Он так хорошо Налетел Не-не Правильно Правильно Тут не надо Предупреждать Если хороший налет Надо сразу Стрелять Тут нечего Думать Факт Потому что Смотри Вон они полетели Вперед Она видит Ну она Замечает Да Хорошо Маркирует Хе Научилась На гусях Хе Хе Молодец Ливот Кеннел Хлопок чувствует Нет Этот молодой Ливот 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 Тоже можно было Молодец 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 Нет-нет Да Да Нет-нет Да Хе Хе Вот это Хорошо Можно бить Андрюху Молодец Молодец Держи Молодец Ливот Молодец Цц Ну вот Утряночка Первая наша Суббота 18 августа Уже открытие прошло в большинстве регионов центральной части России, а мы вот на голубя выбрались, сидим в скрадочке, такой у нас скрадок, скрадок очень хороший, голубь его не боится и другие птицы. В общем, добыли мы несколько голубей, они висят на дороге, вот тут сидит, леди сидит, нервничает, ждет налета, время уже 8 часов, и мы думаем, как поступить дальше, либо сейчас нам сняться и поехать еще проверить те поля, которые мы вчера рассмотрели, как перспективные, потому что на этом поле вечером вчера кормилось гораздо больше птиц, чем сегодня мы здесь видели. Да, конечно, мы их спугивали выстрелами, тех, которые сидели на деревьях и ждали слета, но в целом, как бы, мне показалось, что больше их было. Ну и по тому разу, когда я уже здесь охотился, птиц было гораздо больше, надо посмотреть все же другие поля и, как говорится, выбрать место под следующую утрянку. Вечерку мы отохотимся здесь же, потому что здесь он вчера вечером кормился в количестве, то есть его там, ну, больше сотни было его. А сейчас надо будет, наверное, посмотреть, съездить, глянуть места под завтрашнюю утрянку. Наверное, мы так сейчас и поступим. Чучела не будем собирать, оставим все здесь. Возьмем оружие, рюкзаки с патронами, стулья, может быть, и поедем на новое место, посмотрим, проверим. Есть возможность, как бы, есть шанс застать его кормящегося на поле еще. Но тут, как бы, ситуация такая, точно говорю, ситуация такая, ой, ситуация заключается в следующем, потому что сегодня очень сильная роса. И, возможно, что он, может быть, позже вылетит кормиться, непонятно. Потому что, ну, вообще, поле очень интересное, и он здесь был, и его всю неделю здесь никто не беспокоил. Может быть, он наутро летает в другое поле. Мы видели вчера много птиц на каждом поле буквально. Там пролет, там пролет, там пролет. Кормящегося видели только на этом поле. Ну, почему-то его здесь вот утром не собралось. Может быть, это связано с росой. Скорее всего, может быть, это из-за росы. Ну, мы посмотрим, проанализируем эту ситуацию. Вот, а так вот, кородочек у нас сливается с бурьяном, с окружающими кустами. Он не выделяется, и в целом, как бы, место очень интересное. Посмотрим. Как говорится, надо поглядеть. Что-нибудь добавишь, Андрюх? Да, стрельба у нас в этот раз задалась. Да, с утра, ну, потом расслабились немножко, солнце... Ну, два налета мы смазали. Ну, да, да, и то из-за суеты как-то суеты. Сомневаешься, что не стреляли. Сомневаешься, что не стреляли. Собачка отработала, сидела спокойно. Не, не выскакивала из коротка. Ух ты, прозевали сзади, елки-палки. Да, хорошо зашел. Ну, ладно, камеру выключаем. Может, еще полчасика посидим. Как говорится, может, действительно еще не вылетал. Ну, как-то странная очень ситуация. Вон, на лес пошел. Тот, который сзади был. Очень странная ситуация, но... Что еще трава блестит. Трава еще, да. Вот только-только начала листва на коротке просыхать. А до этого вообще роса такая мокрая. Ну, вон, видно поле все блестит. У нас просто мы в очках. Андрей в маске. Я так чуть ныкаюсь. Конечно, на этой охоте надо маску, чтобы смотреть можно было по сторонам. Не так лицо блестело. А в очках, потому что мы с короток поставили так, что у нас солнце сейчас в зоне стрельбы. Без очков вообще невозможно. А в очках совершенно комфортно стрелять. Вот такие вот дела, ребят. Решили закончить мы вечерку досрочно. Да, Андрюх? Пару вечерков взяли. Все дело в том, да. А смазали сколько мы? Один раз? Один раз смазали, все. Три налета было. Один налет прозевали, вообще капитальный. Даже растерялись от того, что чуть ли не с короток не сели. Но суть-то не в этом. Суть в том, что нет там его. Нет того количества, которое нужно. Здесь есть большие стаи. Они просто кормятся в другом месте. Решили закончить досрочно. Сейчас есть шанс еще застать кормящуюся стаю, которая кормится еще на другом поле. И, соответственно, подготовить место по дуто. Поэтому собрали чучела. Вот, забрали вещи. Сейчас быстренько объедем поля, которые наработаны уже. Посмотрим. Запахал трактор, все же он боится трактора. Он даже на тех деревьях не скапливается, где он обычно сидел. Но как-то у них это все очень работает. Информационное обеспечение. Друг друга как-то оповещают о том, что здесь нет. И все. С утра мы их не сильно погоняли. Поэтому на вечерку могут прилететь. Но будем искать, в общем. И расскажем вам о наших планах на завтрашнее утро. Чуть попозже. Всем доброе утро. Находимся сейчас на поле, как вы видите. Поле, где вчера кормился голок. Нашли его уже под самый вечер. Как я до этого говорил, закончили досрочную вечерку. Все же мы смогли его найти. Конечно, не в большом количестве. Но факт в том, что он здесь сидел, кормился. Его здесь никто еще не охотил в этом году. Соответственно, у нас есть шанс. Фух, жарко, не могу. Только что мы вчера вечером не стали строить скрадок. Устали жутко. Съездили, скупались и спать легли пораньше. Сейчас в 3 часа проснулись. В 4 уже были здесь. Сходили в лес, нарубили веток. И сделали вот такой вот скрадок. Из веток и подручного материала. Вот так вот он выглядит, ребят. В принципе, здесь створка будет закрываться. Она чуть-чуть немножко не в тон. Ну а в целом, как бы, ну вот, такой вот скрадочек. Будем надеяться. Сверху ветки там связали. Я думаю, в прокате. Чучалки уже стоят. Тут, 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 там расставлены. Андрей расставил их по всему периметру. У нас здесь выставлено 109 чучел голубя. В принципе, можно и меньшее количество чучел использовать. Но вот у нас столько есть, мы столько используем. Но вообще считается, чем больше чучел, тем больше шансов сманить большие стаи. И вообще, как бы, привлечь себе внимание со стороны. Соответственно, вот, туманчик. Здесь, чем поле это отличается от того, в котором мы были, то было уже заволковано, и волки были увезнены. И уже начала прорастать пшеница. И вообще, трава начала там подниматься. Голубь садился, его не видно было. Здесь же еще не заволковано. У нас вчера его только начали волковать с той стороны. Поле большое. И голубь садится прямо вот на эти гряды. Вот как чучела. Где у меня там? А, ну вот. Сзади за скротком. Вот за скротком стоят чучалки прямо на грядах. Соответственно, они более заметны, чем их просто ставить в межу. На грядах, я имею в виду, не убранного этого, стерни этой не убранной, не заволкованной. Ну, то есть, вот так вот. Сейчас я закончу рассказывать. Поставлю камеру на... Креплешь на голову и попробую заснять сегодняшнюю охоту, что будет. Лицом будем сидеть туда, в сторону леса. Потому что, в основном, здесь пролет идет вдоль леса. Я это наблюдал еще на прошлой неделе. Ну, хотя на прошлой неделе они, кстати, здесь и там. Но, все меняется, все изменяется. Очень много проводов вокруг. Есть и высоковольтный, есть и обычная линия передач. Соответственно, есть шанс, что он будет здесь крутиться. И он живет там, в том большом лесу. Там дубы, ельник. И он оттуда сюда летает. Мы вчера заезжали, с деревьев его там подняли. Но на деревьях, как бы, неинтересно охотиться под деревьями. Поэтому, не могу, жара. Пока строили, пока таскали. Еще там борщевик этот рубили его, чтобы добраться до леса. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Увидите сами, что будет. Ну, а подытожим уже после утрянки. Что скажешь, Андрюх? Отдыхаем. Что-то мы не так делаем, похоже, да? Да, да. Разведываем, разведываем. Строим, строим. Тут одни-то деревятники. В их роде. Пролетело. Не пьем. Совсем трезвые. Может быть, в этом вравлево? Да, наверное. Наверное, знаешь, когда это... Подходишь к охоте серьезно, со всей строгостью. Строгостью. Если что-то, такая зелень получилась. Смотрите, хорош. Мандражировать. И нету голубя. Хотя вчера было. Есть голубь. Сажаем, 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 Андрюх. Давай, мани. Как этот Шеляпин говорил. Как правильно надо манить. Опять сел туда на дерево. Они там сидят. Десяток уже там, наверное. А блядь сделал контрольный, да? Нету, здесь. Так? Шеляпин раз говорил. А я не знаю, как там было. Он же в комментариях там писал. Он сказал, цып-цып, это неправильно. Слушай, ну на цып-цып летели. А сейчас-то не летят, Андрюх. Да. Как там он говорил? Курлы-курлы? Курлы-курлы. 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 Ну а что, на журавлей что ли охотимся? Курлы-курлы какие-то, да. Курлы-курлы. Мы-то на голубе охотимся. На гуси не летят? Нет. Ой, блин. Леди, да нет гусей. Гуся нет. Не переживай ты так. Тренируемся, видишь? К весне. Кадочек сместил. Да, по скороткам поупражняюсь. Ха-ха-ха. Ха-ха. Маночек. Из-за чего-то поменяли. Настроили. Андрюха летит по полю прямо. Кто заказывал такси на Дубровку? Я заказывал на Дубровку. Да, да, да. Загружайтесь. Поехали. Ха-ха-ха. Не было такой охоты, что мы еще не подъехали к городку в этом году. На самом деле весной подъезжали и сейчас подъезжаем. Так вот получилось. Сейчас грузимся, разбираем скрадочек, собираем чучалки и выдвигаемся в лагерь. В лагере завтракаем. Яишенка с помидориками. Андрюха часок щеманет на массу. А я в это время пойду заготовлю иван-чая. Будем пить вкусный чай на зимней рыбалке, осенью на джик. Будем ловить. Ну и на охоте. Так что... А, еще нам птицу надо ощипать. Ну ладно, продолжим уже в лагере. Собираемся. Закончилась охота. Позавтракали. Чуть-чуть поспали. Фу, жарящий вообще кошмар. Хибару, главное, что-то леди в теньке спасается. Сейчас досворачиваем палатку. Птицу спрятался. Пинер. Андрей уже ощипал своих птиц. Вон муха садится моментально. Кошмар. Кошмар, сколько яиц тут. Зеленая муха. Жесть. Жара, потому что... Жара. А где вы, голуби, там? Пакетом? Я подокрыл пакетом, присыпал горчицы и закрыл все. А те, где мои? Крапивой. Там... Я их накрыл, как смахнул из всех этих. Вот так вот. Собираемся. Сейчас найдем порядок. Мусор по пакетам. Машину загрузим. И погоним. Вот такая вот, друзья, охота. Как она есть, так вы ее видели. Без преувеличения. Повезло. А были птицу. Хотелось бы лучше, больше. Но, видимо, не в этот раз. Соответственно, у нас есть цели на будущее. Будем их воплощать. А пока сборы. Сборы в этой жаре. Кошмар. Всем пока. Что, Андрюх, скажешь? Всем пока. До скорых встреч.